Кварцевый песок, ультрапресные воды, облицовочный камень и навод бурштин – заправдные запасы природных ресурсов, которые находятся на территории Лельского района, не разведаны до этого часа. Той же озерный Сапропель, например, начали выкрыстовывать только в 2011 году, когда в рамках Чарумбасской программы тут реализовали проект по творению на базе местного агросервиса в творчестве кормовых добавок. На его реализацию затратили маль полтора миллиона долларов. Погоднение, которое подписано в Москве, повинно принести в район еще больше значной инвестиции. Этот проект даст порядка 7 миллионов долларов США инвестиций. Ну и, соответственно, по выходу этого проекта будет создано в районе порядка 50 новых рабочих мест, что для района это немало. Основная продукция, которая будет производиться на новом предприятии, будет в основном экспортоориентирована. Соответственно, это будет экспорт для района и для области. Сегодня на территории Ельцинского района вядомые два родовища Сапропеллев. Разведанные запасы больше 800 тысяч тонн. Реальные объемы могут перевышать эту уличбу в несколько разов. Шмат тысячи годов тому на этом месте было море, которое сейчас перетворилось в озеро. После того, как в минулом 100 годах и оно высохло, оказалось, что эти места богатые на Сапропель, которые поддерживают практически все элементы таблицы Менделеева. Планы по забеспечению месовых жахаров работы и ответственной зарплаты в Ельцинском районе связывают теперь за все за его инвестиционной притягальностью и створением новых вытворчастей по перепроцессу сыровинных ресурсов. На селетнем Гомельском экономичном форуме, например, был подписан договор о подкрытии еще одного щебневого завода. К прочатому начинается разведка родовища Бурштына, по передней запасы, якого оцениваются у 300 тонн. До речи започные 9 годов, его рыночный кошт повеличился на 900%, и эта тенденция заховывается. При том, что и махчимости выкористания сапропелью так само далеко не вычерпаны, в усиляйком разе применять его можно не только для отворчасти удобрения и кормовых добавок. Есть еще более такой широкий спектр, то есть это можно и косметология, это и лечебные грязи. Но понятно, что на сегодняшнем этапе пока такие проекты еще не рассматриваются, но как перспектива возможно все. Олег Сентюров, Еген Макеенко, Талерадо, компания «Гомель», Леджевский район.